Добрый день уважаемые друзья! С вами снова компания Укрпроект Бассейн и сегодня мы будем монтировать тепловой насос Fairland IPHC150T мощностью целых 60 киловатт. Вот такой вот огромный тепловой насос, габариты его метр на метр десять на метр двести пятьдесят высотой, вентилятор находится сверху, поскольку он очень мощный, посмотрите какой у него мощнейший радиатор идет по всему его периметру, что позволяет прогреть бассейн огромного просто невероятного размера от 130 до 250 кубов. Сегодня мы попытаемся это сделать и посмотрим что из этого получится. Греть воду в уличном бассейне при помощи электронагревателя очень затратно, поскольку при расходе 1 киловатт электроэнергии мы получаем 1 киловатт тепла. Теплопотери 1 метра квадратного зеркала воды уличного бассейна составляют от 400 до 700 ватт в час. Если к примеру площадь зеркала воды составляет 25 метров квадратных, то вам придется потратить в среднем 12 киловатт электроэнергии в час, чтобы просто уже нагретная вода не остыла, а для изначального нагрева холодной воды вам придется потратить как минимум в два раза больше. Итак, уважаемые друзья, после пуска наладки сейчас мы можем наблюдать тепловой насос Fairland IPHC 150T мощностью 60 киловатт. Вот он тепловой насос, который работает. Вентилятор находится сверху. Здесь мы можем наблюдать очень холодный воздух, который выходит из теплового насоса. Цифровой дисплей, который показывает вот входящая температура 20 градусов, выходящая 22 градуса. Я думаю, он нагреет бассейн 120 кубов примерно за три дня и будет поддерживать температуру в нужном диапазоне. Суть этого теплового насоса состоит в том, что выдает он максимум 60 киловатт, а потребляет при этом при максимальной нагрузке всего 9 киловатт. Когда цель достигнута, то есть тепловой насос нагрел воду, например, до нужной температуры, например, 28 градусов, и ему необходимо только ее поддерживать, поскольку он инверторный, он снижает потребление электроэнергии до необходимого. Компенсации теплопотерь.